Не за горами традиционный праздник весны и труда, но первомайские демонстрации и митинги в Тверской области в этом году не запланированы. Однако День солидарности трудящихся – это традиционное время для профсоюзных организаций. Накануне праздника наша съемочная группа встретилась с председателем Федерации Тверских профсоюзов Раисой Виноградовой и узнала, какую сейчас играют роль профсоюзы. Федерация независимых профсоюзов России к 1 мая ежегодно проводит масштабную акцию. Однако в условиях текущей ситуации профсоюзы не смогут провести массовые шествия и митинги солидарности. Однако вопросы, касающиеся достойной заработной платы, охраны труда, эффективной занятости, профсоюзы неустанно поднимают на всех уровнях власти, защищая интересы человека труда. 1 мая – это день очень важный для страны, для каждого работника и особенно для членов профсоюза. День солидарности трудящихся. В этот день именно профсоюзы демонстрируют свою гражданскую позицию и готовность вместе, сообща, в едином строю бороться за трудовые права. Всего Федерация Тверских профсоюзов насчитывает в своих рядах аж 58 111 членов. В саму Федерацию в качестве членских организаций входит 11 отраслевых профсоюзов и 4 первичные организации. В Тверской области также действует 1325 первичных профсоюзных организаций. В нынешнем году основными формами встречи 1 мая станут собрания в трудовых коллективах, встречи с профактивом, заседания трехсторонних комиссий. Одна из таких уже состоялась. У нас это заседание в области прошло с обсуждением вопроса по отчету о выполнении регионального соглашения сторонами соглашения. Еще одна форма акции избрана, она принята Координационным комитетом солидарных действий ФНПР 20 апреля. Это резолюция обращения ФНПР к членам профсоюза и просто жителям страны и всех регионов. Значит, эта резолюция констатирует о том, чего добились профсоюзы и какие нужно решать задачи в современное время. Сегодня, когда идет специальная военная операция для профсоюзных организаций, особая забота – это мобилизованные и их семьи. В частности, это отстаивание позиций и сохранение рабочих мест за теми, кто ушел защищать родину. Профсоюзы отстаивают позиции тех лиц, которые ушли защищать нашу родину, чтобы за ними сохранились рабочие места. Об этом есть очень хорошие примеры в Тверской области. У нас есть даже коллективные договоры и просто соглашения, которые именно акцентируют внимание о том, что профсоюзы стоят на защите вот этих лиц, которые в тяжелое время на благо страны защищают интересы нашей страны. 2023 год объявлен Федерацией независимых профсоюзов России годом развития соцпартнерства. Ведь это одна из основополагающих задач профсоюзов. А нынешний 1 мая профсоюзы проводят под девизом «Солидарность трудящихся – единство страны».